В этой серии автодом от Ефрема Юрия Николаевича на базе Fiat Ducato. Это уже третья серия. Это все алюминий, можно сказать авиационная технология. Так как у меня конструктор авиационный привод в строение специальности. Дом представляет из себя модуль выкатной, стол, холодильник, гардероб, все необходимое. Сейчас я покажу, как это все расформировалось. Изначально это был грузовой фургон, я смотрю перегородка осталась. Да, был грузовой фургон. Я там прорежу проход. У меня пара мунификации этого произведения. А перед этим вот этой выкатной системы не было. У меня был спальник. Отъезжал и куда надо было завязать спальник. Это было очень удобно. Помню, я ночью все переделал. Ночью? Нет. Я послушаю с ночью. Так, это кухонный блок с этой стороны. Здесь кухонный отсек. Там мойка и газовая плита. Это фиксатор этого модуля. Для того, чтобы во время движения он не прыгал и никуда не двигался. Здесь усложненная система направляющая. Потому что у нас КП и нам нужно показывать, что там внутри. Поэтому пришлось усложнить. На самом деле все намного проще. Поэтому у меня тут есть такой вот механизм. Мотор позволяет повернуть и показать все, что там лежит. Что там все в порядке. Нет, там никого нет. Поэтому сейчас все это покажу, что это такое. Это форк. Чтобы вы видели этот гаражон, есть вот такая. Ха-ха! Форком в дело! Ха-ха! Поэтому мне надо под форк что-то подкладывать. Вышли из ситуации подручными средствами. То есть эта конструкция все-таки требовательна к углу наклона. Тоненький профилечек. Наверное, это полуторка. Здесь все для приготовления пищи. Ящики. Всякие дополнительные ниши для того, чтобы что-то можно положить. То есть вот такое пространство для всяких продуктов, кастрюль и так далее. А вот эти вот конструкции это что за? Это форточки. Это форточки, чтобы была вентиляция. Это можно закрыть, можно открыть. Это приточка. Вот. Здесь люк. Так же. Ну, не будет. Это обычный люк. Вот. Дальше что? Здесь свет. Так же. Вот. Везде длинная такая. Очень светло. И здесь тоже здесь свет. Вот. А, там аккумулятор отсутствует. А, там аккумулятор отсутствует. А, там аккумулятор. Здесь. Полочили. Полки всякие. Вот. Здесь диван для... Для... Вот такой вариант. А ножки как фиксируются, чтобы они не падали? А, просто надвигаются и всё? Да. Они просто являются опорами во время сна. И всё. А так они не нужны. Так происходит. Набрузка вся вот здесь лежит. Поэтому они там не участвуют. Это когда спим. Вот тут они нужны. 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 Хорошие. Нужны. Укладываются. Угу. И здесь. Еще один диванчик. Который откидывается сюда. О, ключ. Крыльчик. Крыльчик. Вот. У нее две функции, у этой кровати. Это дополнительный стол. Это дополнительный стол. Когда нужно с обедкой готовить, то здесь кастрюли, полки, продукты и так далее. Дополнительная столешница. Это является опорой для кровати. Вот это будет стол. А так получается дополнительная детская кроватка. Нет. Почему детская? Детская. Поперек можно спать. Нет. Не детская кроватка. Нет. Получается. Вот это всё застирается. И вот есть у нас вот еще одна тумбочка. Который перемещается. Ага. Как я мешаю? Это спальное белье здесь кладет. Всё укладывается в подушки и так далее. Когда всё разложили, отсюда подкатили. Вот такое пространство. Здесь тоже закрываются подушки, если они лежат. Так что вот это всё застирается можно хоть втрою. И ещё отдельно обиденный столик. Да. Обиденный стол. Там находится аккумулятор. Здесь. И компрессор. Это на пневмоподвеске. Юрий Николаевич, это от пылесоса же труба? Да. Это от пылесоса. Он меня вытаскивается и снимается. Телескопическая штучка. Здесь. Он двигается. Перемещается. Потому что модуль он на 55 миллиметров идёт. Ага. И нужно сдвинуть. Поэтому сдвигаю её. Да. Это пылесос. Валялась дома. Дай поставлю. Хорошая решение. Она ходит. Она теоскопическая. Как раз. Как шарные работы. Поставил. Здесь холодильник. Сверху гардероб. Гардероб. И осталась полка. Которая штатная. Грузовая. А холодильник он питается через инвертор? От генератора через инвертор. У меня генератор. Я включаю генератор днём. Он работает. Эту хватает на два дня. Он наморозит и хватает. Потом опять включаю. Просто от генератора. А в остальное время это просто как камера получается. Да. А здесь ещё какая-то полочка выдвижная или это декорация? Сложно. Ящик. Сейчас он пустой. Большой отсек. И чем удобно, что не нужно складывать спальное место для того, чтобы пообедать. Когда ты уже стоишь долго, не нужна вот эта раскладка. И во время движения, во время дороги это всё вот так сдвигается. Там можно вот садиться и... Кухня у тебя открыта. Сиденье есть. Можно позавтракать, пообедать. Прямо во время движения. И вытаскиваю вот эту модуль. Вот у меня есть удобство. Потому что кухня с этой стороны. И всё необходимое с этой стороны. А с той стороны нужно в туалет сбегать. Открыл дверь. В этом есть удобство. Иван Николаевич, а спереди что сделали? В смысле? Ну, тут же был диван, я так понимаю. А, он так и остался. Я его поставил для гаишников сейчас. А так у меня сиденье. Одинарное? Одинарное сиденье. Я его просто отстегнул и снял час. Поставил, чтобы не было вопросов. А то пристает. Меня остановили недавно. Вот ездил в Крым в этом году. Около Тамбова. Сразу увидел кресло. И пошел. И на пятьсот рублей меня штрафовал. Типа переоборудование? Ага, переоборудование. Где отметки, что у тебя есть? Вот, что у нас творится. Я поставил сейчас, чтобы не было вопросов. Пневмоподвеска накачивает сразу обе подушки? Или каждую отдельно? Два. Две. Одно. Нет. Обе. И он до трех тонн можно тащить. В этой пневмоподвеске. Ну, в общем, говорит, подвеска существенная большая. Интересное решение. Необычное. И, конечно, такое вот большое пространство. Тут чем удобно. Даже в разложенном состоянии. Туда можно добраться. Что нужно взять. Там чай поставить и так далее. Перелезть, попить и так далее. То есть удобство значительнее. Но, опять же, если мы говорим про летнее приготовление пищи, это в основном все на улице. Поэтому, то есть это в холодное время год? Мы все здесь делаем. И очень удобно. Чем на улице там сидеть. Я не знаю. Ну, можно использовать маленькую газовую плитку, чтобы спальное место не складывать. На улице приготовить, а сюда уже занести кушать. Потому что доступ... Дополнительный, наверное, столик. Да. Ну, лишнее, как говорится. А тут все в одном. У меня жена, она математика. Тоже в этой области. Довольно привередливая. Ей нравится комфор. Что все было, наверное. Там... Дикость. Дикость. Все, что я могу показать. Пока. Пока. Но есть еще другой вариант. Еще один вариант. Это автодома. Но немного еще более легкий. То есть тоже с выдвижным слайдером? Нет. С откидным. Не выдвижной, а откидной. Вот такой. Проще еще. Я иду по пути упрощения. Усилий. Ну что ж, на этом наше видео заканчивается. Вот такие вот интересные проекты у Юрия Николаевича. На сегодняшний день мы показали три проекта. Идем приглашение на следующие проекты, которые сейчас в работе. Так что надеюсь, что видео было интересно и познавательно. По традиции все ссылочки с контактами Юрия Николаевича в описании. Всем всего доброго. До новых встреч. Получается, вот эти конусы заходят, да? Да, она наезжает. Это гоняет ловители. И зафиксируем все. Не трепыхает. Ладно, держим. Крыша у нас дальше останется. Убираем крышу. Все. Здесь у меня большой баллон. И тут маленький баллон, а это большой. Но они почти. Так он высокий. Так что, хватит на гор. На 20% гор. Так что. Режим. Не дороже и заходите. Поэтому к крутому классику. Ахи! Это воздухтрис. Отcycl przykład. Продолжение следует...